Обновленный спортзал открыли в школе номер 196. Старшеклассники не занимались в нем 7 лет. Восстанавливать зал решили в этом году. На все работы потратили 3 миллиона рублей. Какие возможности появились у юных спортсменов, узнал Александр Сульдин. Герой с нашего двора Анна Верещагина. Пятиклассница еще до школы пришла в сноуборд. Увидела соревнования по телевизору, понравилось. Даже бабушку занятием увлекла. Теперь вместе катаются с горных склонов. За плечами победа на престижном турнире памяти Полины Петраченко. В планах олимпийская медаль. Обновленный спортзал родной школы как нельзя кстати. Зал больше, удобнее. Есть куда попрыгать в высоту. Мне будет удобнее, потому что в маленьких залах тесно. А на горах свободнее, поэтому мне нужно пространство. Это пространство еще недавно было занято складом стройматериалов. Семь лет назад в зале потекла крыша. Его закрыли. Школьники тренировались в другом блоке. Большой ремонт начали прошедшим летом. За три миллиона отделали стены, уложили современное покрытие на пол, оборудовали раздевалки и душевые. О том, что здесь был склад, сейчас ничего и не напоминает. Пятиклассники сдают нормы ГТО. Это учащиеся именно вот этой школы, но однако специалисты говорят, что зал достаточно просторный и может принять сразу несколько школ. По 60 человек каждые полтора часа, как и предписано правилами. В зале не только физкультура. Расписание занятий после уроков уже распланировано. У нас будет здесь организовано большое количество секций. Мы можем переместить непосредственно с младшего блока сюда различные воспитательные мероприятия и соревнования. Папа, мама, я спортивная семья. Среди секций – волейбол, футбол и каратэ. Это не единственный школьный спортзал, отремонтированный за прошедшее лето. 12 спортивных залов и 5 бассейнов. В большинстве случаев это те бассейны, которые также были закрыты на протяжении определенного времени. И, собственно говоря, мы в декабре месяце по большинству из них запланированные работы заканчиваем. Там работа более объемная, чем по спортивным залам. Мы сразу устанавливаем систему очистки воды. Эту работу продолжат и в будущем году. В ряде школ также отремонтируют учебные кабинеты, спортзалы и бассейны. Александр Сульдин, Даниил Смирнов, Новосибирские новости.